Всем привет! Сегодня мы рассмотрим твина. Очень часто меня спрашивают, как много времени уходит меня на твинов, что я там делаю, что не делаю, какие задания выполняю. В принципе, сейчас просто вы увидите ежедневный вход мой на одного из твинов. В целом я вхожу обычно после 12, но так как я сейчас практически каждый день работаю в это время, поэтому я зайду сейчас. После 12 вам добавляется только то, что на шахтах вы собираете 3 сундука. Это единственное, чего я сегодня не добавлю. Ну, в принципе, на это уходит секунд 15-20. В целом, я не думаю, что это там намного повлияет. В принципе, вот входим на персонажа. Также вы увидите, какую награду я забираю с предыдущего дня, какую награду я забираю за магические камни, какую забираю просто. При входе изначально я сразу разбиваю яйца, которые есть бесплатные. Причем я игнорирую анимацию тем, что переключаюсь на алтарь после удара. Дальше я смотрю, возможно, есть золотые аспиды. На нас все бесплатные прокрутки. Золотых аспидов нет. Идем по кругу. Забираем награду ежедневную. Смотрим события. События ничего нет. Дальше в благах меньшинство. И в магазине берем камни. Я беру их, но не открываю. У меня очень много закрытых камней. Забираем награду вчерашнюю. Берем карту Таро. Смотрим, что у нас здесь. Мир. В принципе, бесполезно. Я все равно не прохожу. Дальше мы берем бесплатно красавица, чудовище. Золото, путь, удар, сумерки. И ко мне возвращаем инсты, босс и опыт. Для того, чтобы прокачивать. Дальше мы берем биом стадии. Прохожу я обычно после 12. Я же опять-таки говорил. После 12 вам доступно 50 энергий ежедневных. И 150 у вас уже накопленных. То есть вы сразу выполняете ежедневный квест на 20 ударов. Вот этот по Пандоре. То есть мы берем. Дальше мы авто проходим 2 на 2. Быстренько. Все, все, все проходится очень быстро. Все, вот 2 на 2 мы прошли. Дальше у нас по плану. Если у вас на основе выпали куски сокровищ, то на Твине вы выбиваете нужные вам сокровища куски. То есть, например, вот видите, набитые у меня есть какие-то. Если не выпало, вы просто берете авто грабеж, любой. Забираете награду. И выходит. Просто я на основе уже сокровища собрал. У меня не собраны. Конкретно сокровища на Твине я не собираю. Это лишняя трата времени. Дальше охота. Вот. И пока идет охота. Я, в принципе, объясню, зачем Твины. То есть, тоже, опять же, чтобы в одном видео. Твины обязательно нужны. Для тех, кто не может очень много донатить на зубы, на золото, там еще на что-то. Ежедневно обязательно нужно скупать в магазине Альянса зубы. 150 зубов за заслуги. И покупать еще золото. Я с старта сервера покупал. Мой совет вам, когда вы начинаете играть, создавайте параллельно, сразу же, на том же аккаунте. 3-4 Твина. Ну, в идеале, конечно, 5. Там, 5 максимум доступно еще сверху. 3-4 Твина. И ежедневно вы будете, ну, по-первых, немножко больше. Придется времени потратить. Но потом уже где-то через неделю вы будете тратить 5 минут на одного Твина. И, в принципе, вы будете получать все, что вам нужно. Вы Твинами собираете заслуги. И у основы покупаете вещи за заслуги. Также вы с Твинов продаете на рынок вещи какие-нибудь. И камни падают на основу. Это когда уже 100 плюс уровень. Вот. Дальше, после Дракона Альянса, губовый стебелек мы сбрасываем. Берем, да. Автомат Богинь. Просто берем награду и проходим мимо. Замок. Да, кстати, охрану тоже я выставляю себе с Твинов. Это мне очень помогает. И для того, чтобы не искать нужных друзей, я выставляю с Твинов. И просто с Твинами выставляю себе охрану для основы. Так. Центральный остров я беру, потому что мне уже осталось только бананы докачать на Твине. Вот видите. Только бананы все остальное на максимальном уровне. Эпос. Просто беру, прохожу для того, чтобы когда выпадет квест, например, в ежедневных квестах, там, на эпос, на еще что-то, он у меня уже был пройден. То есть я прохожу только те задания, которые могут выскочить в основных. Те, которые быстрые. Дальше у меня... Ну, я клан сейчас качаю на моих Твинов. Это вот мои Твины. Через дерево качаю. Ну, пусть будет. Потом посмотрим. Вот. Инкубация. То, что я говорил. У меня уже подготовлена инкубация. Вот видите, это трибунал для себя. И когда я там закончу инкубацию, вот у меня уже следующая готова инкубация. Она, опять же таки, трибунала. И торговец. Обязательно я выставляю торговлю какую-нибудь. Не знаю. Смотрю, что более актуально нынче. Или по копейке. Я сейчас очень много по копейке выставляю. По две для новых игроков. Те, которые по приходили. Я вам по копейке по две ставлю. Так. Там все. Дальше мы берем задание. Игнорируем анимацию. Смотрите как. Первое. Я нажал прокрутку. Сразу же свернул. И открыл назад. Я не жду пока оно прокрутится, выйдет и там начнет. Это первое. Второе. Как можно анимировать анимацию. Это. Вот на срочную миссию я завершу автоматом. Смотрите. Вы сделали один квест. Вот есть у вас завершенный квест. Вы нажимаете на прокрутку. Сразу же получить квест. И непрерывно нажимаете на прокрутку. И оно автоматом вам начинает накручивать. Накручивать. Не завершая анимацию предыдущую. Вот. Параллельно я прохожу тоже задание. Вот инкубация проходится просто вот таким вот способом. И все. Вот инкубация пройдена. И опять же таки я нажимаю на кубики. И опять же нажимаю еще раз несколько раз. Пока успевает. Ну вот здесь немножко длинный квест получается. Потому что у меня храм попался. Но храм он быстро проходится. Я его не буду делать задание. Просто зашел выше. И там есть еще инстанц. Но я не помню у меня инстанц есть автопроходка или нет. Обычно я прохожу их автопроходками. У меня набиты. Вот да у меня автопроходка есть. Удачное прохождение. Награду нам не дали. Все. Закончили с этим. Забираем еще один раз молоток. Пять минут прошло. Забираем награду с инстанца. У нас двойные. Но это не имеет никакого значения. Ну и так же кормим заслуги. Жертвы. Все. Видите. Здесь 296 тысяч заслуг для основного персонажа. Если вдруг мне понадобятся срочно заслуги. Я могу зайти продать. И получить на основного персонажа 100 тысяч заслуг. Вот сейчас кучку где-то пропустил. Нет? Не пропустил. Вот 296 тысяч здесь да. На основу могу перейти и продать себе заслуги. И будет 150 тысяч заслуг. Вот да. На основе получится с этого числа. Все. В принципе вот ежедневное прохождение квеста. На одном персонаже. Все. Я закончил на нем. Больше сегодня я на него заходить не буду. Бессмысленно. Ну как бы я действительно зайду еще в 12. Заберу сундуки из шахт. Но в целом. А давайте я еще покажу вам что у меня в инвентаре. Но в целом. Как я прохожу. То я бы не заходил. Почему? Потому что я захожу в 12 дня. То есть в 12.002 я зашел. Прошел 5 персонажей за полчаса. И все. И забыл. Смотрите. У меня есть здесь предметы. То что я собираю в принципе. Сундучки. Вот видите. Я их просто не открываю. Мне лень. Их тут вон. Есть немножко сундуков. Если хотите. Чтобы я снял видео какое-нибудь. Про открытие этих сундучков. Кроме реликвий. Потому что это очень геморрно. И очень долго. Да. Тут и наборы какие-то. И куча разного. Пишите в комментариях. Если что-то. Какие-то вопросы есть. Тоже пишите в комментариях. Я думаю. В принципе. Я показал все. Что нужно. По персонажу. По твину. По тому. Что нужно проходить в день. Что забирать. Что оставлять. Все остальные награды. Я забираю на следующий день. Половину бесплатно. Половину за магические камни. И в принципе. Камни успевают накапливаться автоматически. То есть. Я всегда в плюсе. То есть. Ну. Вот и все. Скажем так. Всем спасибо. Всем пока. Подписывайтесь. Ставьте лайки. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok